Нет, наверное, я вам скажу самое главное из этого, из этого. Значит, смотрите, на тот момент ведущий журнал России был, так легать не буду. Ни фамилии, ни названия, ни названия. Итак, вот это настоящее письмо, сохраненное вплоть до тосик, до запятых, до тире, вот, железов. Чтобы меня не обвинили в искажениях, ну и Богом, что письмо редактора подлинное. Вот, и сейчас это важнейший момент, да, она касается именно вас, прежде всего вас. Смотрите, итак, они со мной не согласны, я, это, она цитирует меня, вот, цитирует вот это вот, отсюда, вот, от, этого, от кавычек до сюда. Это выдрано из моего письма, которое было опубликовано, допустим, может быть, в интернете, может быть, в другой статье, вот. Но они меня перестали же печатать, и речи о печатке не могло быть. Но у них какой-то был момент, видимо, растерянности, растерянности. Они должны были убедить не меня, что они, а они же как, десятки приемов смертельных, из-за них сады все меньше, 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 страшное, что творится, это геноцид настоящий, да. Вот, и вот, нервы-то не выдержали, я поклялся Богом, что это все действительно их статья. То есть, их письмо к железу, напрямую, напрямую, вот. Почему? Я перечислил, закопать саженец выше корневой шейки, варианты по прививку, или выше прививки. Вы же догадываетесь, что я говорю, в их камушек, но я же не писал, что это, что они такие сякие. Я просто перечислил, не укоротить при посадке крону, регулярно уничтожать дёрну, это плохие приемы. Посадить ямку для полива, поливать редко, но обильно. Все остальное, все же дерево, увы, короткое, бороться с кроной, кормшая каждый год, приближая пресмертного рожая и саму смерть, и многое еще. Вот, вы уже поняли, что вы прочли выше, как раз делать нельзя. Вот это моя цитата. Представляете, что получилось? Сейчас я должен с ними разобраться, а вы мне поможете. Да, но в том числе. Впереди еще же ваши фотографии. Вот. Просто я не могу в двух словах все объяснить. Я этому практически посвящаю вам и Южной Технологии. Вот. И дальше смотрите. Журнал с момента основания как раз даёт верные советы. Они не знают, что они не дали ни одного верного совета вообще. У меня же все эти подшивки. Ни одного, ни единого. Вы бы видели, что там творится. Это какая-то вакханалия. Когда человек пишет, беру топор, стесываю кору, и у меня плоды укрупнились. Топором. Диктатор. Селекция. Так. Причем не только ученых, но и садоводов практиков. Я согласен. Именно поэтому на стране еще есть сады и садоводы. Где они, ваши сады и садоводы? То поколение вымерло, не добившись нихрена. Знали бы вы, сколько я получил от этих садоводов, от таких увлеченных. 20, 30, 40 лет. А потом мне пишут. Все напрасно. Нету сада. А все, что он делал, это садил, увечил, садил, увечил. И таких, у меня сотни письма, у меня мячки с письмами стоят еще. Те, дореволюционные их можно назвать. До революции в смысле интернета. Если редакция не согласна с рядом ваших методов, это не повод мешать ее с грязью. Я не говорю, что я мешаю вас грязью. Я не поливал из грязи. Вы просто прочли вот это вот и поняли, что что-то тут не то. И вы убедили себя. Смотрите, как вы себя убедили. Это очень важно, друзья. Я потом вам покажу это все. Это же не просто разговор. Вы не можете соглашаться с нашим мнением. Естественно, нет. Агрономия редактором журнала. Это Москва, кстати. Вот. Я, а, вот. Еще расскажу. Подмосковье два дня я ходил из сада в сад, из дачи в дачу. Огромный дачный массив. Все деревья изувечены. Все деревья посажены в ямки. Все деревья окружены этими красивыми. Еще и красят. Представляете, красят эти галыши. Выложат их кругом. Помните, сколько я их материл, да? У всех сделано специально. Деревья покрыты мхом до верхушек. Это вы называете это самое. Это все Подмосковье. Вы даже не ведаете, что творите. Вам нужно что-нибудь напечатать. Так вот, смотрите. Вы можете не соглашаться с мнением российского дюйма. Но есть мировой опыт. Например, американский, итальянский, французский, израильский. Еще ряд стран. Которые поставляют круглореческие фрукты. И они на поставках делают деньги. У нас тоже делают деньги. Только продают там негодные саженцы. И отравленные фрукты. Вы что, не в курсе про отравленные фрукты? А вы что натворили? И вот смотрите дальше. Просчитывают цену, последствия каждой операции. Каждого здесь у нас. А тут вот единственное место, где вы правы. Поскольку это многолетнее крупное финансовое вложение. Почему же там применяют методы формировки кроны? А вы что, не знали, что там это самое ходят в набедренных повязках? В Египте нет? Вы что, не знали, что в этих самых бикини ходят по Италии? Где вы там упоминаете? А? А у нас в шубах в это время ходят. А деревьям что, шуба не нужна? Или хотя бы отсутствует рано? Почему не везде используют заложение сада? Сейчас объясню. Железо берет, как называется, этот, интернет и нажимает, что? Я там набрал три слова. А, я набрал три слова. Яблоневая промышленная сады. Ну, а дальше, кстати, на многих сайтах повторяются одни и те же фотографии. Ну, вот смотрите. Вы ничего не заметили? Нет? Вы заметили, что это бетонные столбы по порядку? Вот. Потому что не у каждого глаз набитый. Вот. Зато многих подбитые с помощью садоводства. Вот это вот бетонные столбы. Если бы это был бы не юг, а можете не сомневаться, что это юг. Вот. Вокруг, где деревья рядышком, они посажены плотно, это же промышленные посадки. Плотно, видите, там полметра, допустим. Они бы все померзли к чертовой матери. А вы попробуйте теперь вот так вот посадить и сад у нас. Сказать, что будет? Корни заморозят эти столбы. Так? Вот. Рано здесь, для того, чтобы у них, видите, фактически нет боковых веток. Знаете, почему? Потому что они не дадут в промышленной обработке. Тут правильно сказано. Будут в финансовое вложение. Многолетние. Вот. То есть это промышленный сад. Это фабрика. Это вам не дачный сад для вдохновения души. И вот они вынуждены калечить. А они не умирают. Я, Железов, утверждаю. В отличие от вас. Вот. Помните, господа редактор, что вы сказали? Я вас спросил. У нас же продолжилась эта дискуссия. Какое у вас это самое, как называется, образование? Вы сказали, дачное. Вот это и есть дачное образование. Ямка для полива, поливать редко обильно. Вот это и есть. А вот это вот промышленный сад. Он был бы в Подмосковье у вас. Вам это ближе всего. Вы же можете выйти в Тимиряевский сад рядом. Тот самый, что пришел в мою фотографию. Представляете, фабрикоса в мою фотографию пришел в Тимиряевский сад. Ну, это в Куке, ворота там. Где ихний абрикос-то? Спросите после этого. Я вам показывал, все покажу. А то поверить невозможно в это. Сибирские фотографии, сделанные в Сибирском саду, украшают московский. Ладно, смотрим дальше. Кого-нибудь померзли, крон в воде у нас, эти какие-то штамбы искусственные, померзли бы. Зачем искусственные штамбы, не догадались еще? Вот. Чтобы не мешали, все отрезается. И, наконец, все это делается быстро. Вот все как здесь. Этот сад Подмосковья был бы мертвый. Приговорили. Следующий. О, красота, да, нормально. Этот сад в Подмосковье был бы мертвый. Это к 100%. Вот. Смотрим сюда. Вот тут я не обратил внимания, но, по-моему, тоже есть. Вот это, скорее всего, это капельный полив. Вот видите, вот этот вот. Ну, возможно, но здесь это 100% капельный полив. Что такое промышленный сад? Попробуйте заложить у нас такой. Вот этот штамм замерзнет 100%. Почему? Снега у нас много, и даже в Подмосковье. Но редко, когда вот до сюда достигнет. Когда снег достигает до сюда, то есть лучше бы вот тут были бы ветки. Но их быть не может. Почему? Они не дадут обработать сад 100%. Вы видели, что травки, тут вот, практически нет этой травы. Вот поэтому их технология, что это промышленный сад, запомните, промышленный. Дачном саду это невозможно. В дачном саду, если бы вот тут ветки, еще повыше снегу, еще может вот это все замерзнуть, а низ потом отрасти. А здесь, когда все это замерзнет, 100% будет смерть. Вот. Дальше. Ни одной травинки, ну, то есть, образно говоря, дерна нет, защиты от морозов нет. Что было бы в Подмосковье? Какой, к черту, мировой опыт? Вы что, думаете, что говорите? А еще в промышленном саду есть хорошая вещь, вот она. Это капельный полив. Я бы не обратил внимания, думаю, мало ли, может, это какая-то там сцепка, там, привязка, чтобы меньше болтались. А нет. Вот они, видите, лужицы. Полив, 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 полив. Но! Я же вам показывал этот самый сад промышленный в Абазе. Там с помощью капельного полива сгноили эти самые штамбы у яблони. А здесь почему нет? А в стороночке. Тут все рассчитано. Молодцы, ребята. Вот. А это промышленный сад. Он тоже был бы мертв в Подмосковье, госпожа редактор. А это что? Такое, это для, вы же, понимаете, когда вы начинали деятельность, у вас было 3 миллиона подписчиков. Вы тогда научили, а еще из рук в руки в журнал ходил. В библиотеке я не мог его достать. Правда, я узнал все несколько лет потом. Я не успел уничтожить сад. Вот. Сразу. А потом уже мозги были. Я уже включил мозги. Уже думаю, да, не может быть, что с помощью топора, стесывания коры, можно это, самое, урожай получать. Ну, берешь топор, стесываешь кору. Вот. Я в то время маленько научился ображать. И с помощью покрышек, которые внутри гниют эти корневые шейки, основания штампа. Тоже это дурь. И много еще дури. Вот. И тут же я уже соображал. Ну, я, наверное, да, это, вот этот. Ну, теперь представь себе, что мы эти столбы вкапаем в дачном саду. Это мировой опыт. А вы же сказали, что они нас кормят. Да, кормят. Вот. Пожалуйста. А мы им чем ответим? А вот это еще хлеще. Смотрите. Фактически это теплица. Это тоже яблони. А знаете, что в этой теплице самое главное? Нет. Вот, кстати, вот яблочки видно. Да, яблочки. Вот. Сказать? Сейчас скажу. Вот. Ну, поняли, нет? Я знаю это самое. Ну, как, далек от этого. Никогда не интересовался. Я слышал три цифры. Количество этих опрыскиваний 10, слышал цифру на юге. 16. И в Америке 16. И последнюю цифру мне кто-то из крутейших садоводов сказал. Да, Константинович, ты что? 40 опрыскиваний за лето. А, мировой опыт, вы это жрать будете? А, госпожа редактор, вы это жрать будете? Если это 40-ое, яблоки уже, вы видите уже это. Если это 40-ое опрыскивание. А размеры опрыскивания, вы видите, что там цистерна? А струю, видите, сколько здесь яда? Это вам мировой опыт. А у меня в саду ни грамма яда, вообще ни грамма. И ни одного больного этого, листика. Это как понимать? А вы мне сказки рассказывайте про робот. А вот это, еще хлеще. Дерево с такими штамбами, с такими этими, никогда, не то что в Сибири, в Подмосковье не будет жить. Это уже атака для количества. Полюбуйтесь. Они же не просто, у них боковых веток нет. У них все изувечено, все это. Это рассчитано только на тот юг, вы сами упомянули. Израиль, что там еще забыл? Феномен этого письма в том, что, наконец-то, прорвана блокада молчания. Вот мне благодарен вам, наоборот, вот расцеловал бы, что вы мне дали возможность, я бы сам бы не полез бы я в этот интернет, и не стал бы эти фотографии искать. Это ужас, что творится-то. Наши, это уничтожает этим самым, отравы это. У редактора крупного, это я уже как бы сам себя расшифровываю, крупного журнала, просто нервы не выдержали. Я ведь не называл те издания, что учат убивать сады. Она, редактор, сама приняла мою публикацию на свой счет. Но хочет и дальше учить датчикам негодной технологии. Другой-то нет, а кушать хочется. Это ей кушать хочется. И что остается? Ссылаться на мировой опыт. Вот это я, это, я то, что выше словами сказал, то, что здесь написано. Будь вы волшебницей, перенесите в любой процветающий сад, даже не из Испании, а всего лишь из соседней Украины, лучший из лучших, выращенный по мировым стандартам агротехники. Вот так он не только в Сибири, а в Подмосковье варет в муках. И вот интересный пример, я его придумал. Заплатите по 10 миллионов долларов 10 лучших профессоров сельского хозяйства. Италии, Испании, Греции, Голландии, Бельгии, Франции. И дайте им по гектару Подмосковье и условия вырастить плодоносящие абрикосы. Получите такой же киш, как у Футбольной Федерации с иностранным трением разборной России. С мировым именем и позором. А вот это все-таки скажу. Когда, вы же упомянули этих самых садоводов, авторитетов, ученых, когда он напишет следующую дикость, что абрикосы нуждаются в ежегодной обрезке, нуждаются в фото и плоды на стол рядом со статьей. Вот это вот, Дана, третий пункт вашего письма, я его выделил. Продолжение следует...